Невский пятачок это небольшой клочок земли, который на карте можно было закрыть одной монеткой в достоинство 5 копеек. Это земля, которая буквально пропитана кровью солдат, которые пытались прорвать блокаду Ленинграда уже в сентябре 41 года. Рожденные на Невском пятачке это потрясающая и трогательная история о молодом человеке, который 7 лет все свое свободное время проводил на плацдарме советской армии на правом берегу Невы, помогая поисковым отрядам находить погибших во время боев по освобождению Ленинграда от блокады. Главный герой картины Дмитрий Паштаренко. Съемки документального фильма велись на протяжении пяти лет при финансовой поддержке Министерства культуры России. Для меня в тот момент было откровением, что ребята из Ленинградской области удивительно искренние, простые, какие-то человечные. В свое свободное время занимаются поисковыми работами, поднимают бойцов, захоранивают, устанавливают имена без вести пропавших. И Димка, как командир поискового отряда Шлиссельбург, зажигал всех в округе тем, что нужно копать, 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 копать. И невозможно было не поддаться той харизме. Эта лента стала одной из лучших на международном фестивале документального кино стран СНГ Евразия ДУК. По инициативе Белорусского союза журналистов премьеры фильмов победителей в этом месяце проходит в разных городах Белоруссии. Бобруйск стал первым в стране, где презентовали именно эту картину. Открытый показ прошел в кинотеатре «Товарищ». События Великой Отечественной войны глазами молодых, ищущих, творческих и, безусловно, талантливых людей. Молодых ребят, которые с 12-13 лет приняли участие в раскопках на местах тяжелейших боев прорыва блокады Ленинграда, находили вещи. И от этих даже во многом тактильных эмоций и чувств заразились темой реконструкции событий Великой Отечественной войны. Бобруйск и Питер неразрывно связывают события Великой Отечественной. Через ленту наследники Великой Победы глубоко проникаются духом тех самых событий. Посмотреть полнометражную версию и рожденные на Невском Питачке уже можно и на Ютьюбе. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруськ, 360.